Или из света дня вводя в ночную тьму помыслов. В этом отношении с нами бывает то же, что и с состоянием атмосферы в продолжении дня. То она бывает ясна при сиянии солнца, то мрачна при набеге облаков, а то опять просветляется, опять омрачается по причине разных изменений в воздухе. Не так ли бывает и с нами? То мы светло сияем, подобно светлому дню от благих помышлений, то омрачаемся злыми помыслами и опять возвращаемся в область света, предавшись молитве или другому какому-то доброму упражнению. И это не раз в день. Но в воздухе изменений бывает иначе, чем у нас. Там это случается естественно, и как премудрость Творца всяческих богозак она положила. А у нас оно произвольно, есть отчасти и дело нашего произволения. Ибо хотя дьяволу покушается посредством прилогов лишить нас света доброго состояния, но мы имеем силу отражать его и всегда иметь солнце, правда, осеивающим ум наш, как имелись святые, и как имеют все добре жительствующие. Ибо и ныне много святых, которые, как камень и честное, вращаются по земле, отличаясь не творением знамений и чудес. Ибо не в этом только святость, но хранением правой веры и заповедей Божьей с точным исполнением, искренней любовью к братьям чуждой зависти, сорадованием благоденствию ближнего, стоянием выше славы человеческой и всякой другой добродетелью. Так проявляется святость во всяком человеке. Вы же, вышедшие из мира и ему распявшиеся, должны сверх того отличаться нестяжательностью и девством, отречением от своей воли и благодушным претерпеванием всех лишений и скорбей, неразлучных с образом жизни нашей. Так живя, вы святы и со святыми в чинены будете, и сон преподобных примет вас в среду свою, и вы вечно будете радоваться в скиниях мучеников. 168. Путь некоторый есть, жизнь наша, и путь не в один или два или многие дни совершаемый, но простирающийся на всю нашу жизнь, пока переселимся из здешнего в будущий век. Какое потребно напряжение, какая сила, какое внимание и усердие, чтобы не потерять мужество и не отказаться от шествия по этому пути, смотря на его такое расстояние, имея при том противником врага, который всякие препоны и преткновения устрояет для наших по Богу шагов. Но ничего, ибо с другой стороны мы имеем и заступником, и руководителем в подвигах, и шествователем по пути, никакого либо там. Но Господа и Владыку всяческих, хранителями же и попечителями, святых ангелов, он не воздремлет и не уснет, хранящий Израиля. Почему берется усердию пути нашего, с напряженным усердием, с пламенным желанием, не долу смотря, но горе устремляя очи? Ибо если будем смотреть долу, то всеконечно заболим леностью, малодушием и расслаблением по причине устремления нашей мысли, то туда, то сюда, и прилепления сердца к суетностям и сластям жизни этой, к блуду, чревоугодию, любостяжанию, к зрелищам, празднествам, украшениям, фантазиям и ко всему другому из вещей, скоро приходящих и гибнущих. Но когда взор свой утвердим в небесном и вечном, то хотя скорбно и приболезненно наше настоящее, хотя тут труд и утомление, хотя пост и бдение, от свечения воли и лишения, хотя то и другое, неизбежное породу жизни нашей подвижнической и аскетическому послушанию, не станем унывать, не будем малодушиствовать, не будем изнемогать подтяжести находящих скорбей, не будем уступать восстающим страстям, но с дерзновенным мудрованием и духом теча тещи будем, и шествуя, шествовать, взирая на небо, в Бога вперив взор, к царствию небесному стремясь, к утешению райскому, к сладости нетленной славы той, к свету невечернему, к блаженству ангельскому. Так все отцы теча текли, и побеждая победили, мученики, преподобные, праведные, благочестивые, боголюбивые, монахи, миряне, мужи, жены, юноши, старцы, почитая обучением неким, бывающие здесь, так и мы, если желаем славы их и блаженства, должны тоже охотно пострадать в этом боголюбезном нашем образе жительства. Возлюбим же сие братья, решимся все претерпевать и переносить с мужественным мудрованием и с неослабным рвением, очи во главе имея, как повелевает премудрый, Экклесиаз 2.14, а не устремляя их к ногам, ибо помышляющие о небесном, им занимающиеся, воистину очи имеют во главе, а те, которые преклоняются к суетному, и им заняты, очи к ногам спускают. Было бы жалко и чудовищно, если бы у какого-либо человека ноги были вверху, а голова внизу. Но гораздо более жалко и бесчеловечно пострадать это душевно. Будем же ходить так, как подобает мудрым во главе имеющим очи, о боге и божественных вещах помышляя и, соответственно, тому действуя. Очи во главе суть вера, надежда и любовь. Из них терпение, крепкая чистота, братолюбие, мир, кротость, скромность, мужество, благостояние, воздержание, всякое благостыние, всякое добродетели, светоносие и плодоносие. У тех же, которые противно сказанному помышляют и действуют, бывает противное неверие, безнадежие, ненависть, из которых нетерпеливость, малодушие, блуды и прелюбодеяние, продерзости, сластолюбие, чревоугодие, легкомыслие, украшение себя, смехи, брани, зависти, убийства и всякое другое сатанинское деяние и действие. Божие будем гнаться за Божиим, чистые за святым, непорочные за девственным, благочестные за преподобным, мирные за братолюбным, нечиславные за небесным, отрекшиеся от мира за примирным, да не превращается порядок в беспорядок, чтобы нам, сущим от света, гнаться за тем, что темно, сущим от чистоты за блудным, сущим от благочестия за беспорядочным, сущим от славы ненавидения за тщеславным, потому что это жалко, это лукаво, это богоборно, это бессолюбно, это поджожка к огню адскому. Будем же Божие искать, как Божие, как по званию нашему именуемся. Мы монахи-странники, анахореты, девственники, рабами Божьими ангелами именуемся. И все подразумевают, что и действительно таковы. Да не будет же никто из нас ни Божиим, ни чуждым миру, ни девственникам. Никто да не будет ропотником, блудолюбцем, брончивым, унывливым, малодушным. Ибо гнев Божий великий близ есть и воздаст. Не столько гневается Бог, хотя и гневается на тех, которые в мирском чину худы бывают по душе, сколько на нас всецело ему принадлежать долженствующих. Как и Господин больше негодует на тех слух, которые у него на глазах в чем-либо погрешают, чем на тех, которые вдали от него находясь, оказываются такими. Гнев Божий, однако, не на всех нас одинаково простирается, а проявляется разнообразно. Иначе на тех, которые постоянно пребывают во зле, иначе на тех, которые то исправляются, то опять падают, иначе на только что приявших схему, и иначе на устаревших в схеме. Так как чем больше кто пребывает в схеме, тем очевиднее должна являться отличность его жизни. Почему если старость ничего не пользует, она бывает причиной осуждений, посмешищем, подобно как смешно видеть седовласового мужа, мужа, учащимся в школе с детьми? 169. Вы воины Христовы. Воин уже должно обдумывать, что потребно для брани, и держать в порядке все оружие свое, чтобы во всякое время быть готовы к схватке с врагом. Посмотрите же, готовы ли вы, и в каком состоянии оружие ваше духовное, отточены ли, вычищены ли и отполированы именно меч послушания, броня веры, шлем спасительной надежды, щит смирения, колчан добрых помыслов, и, наконец, колесница, то есть честное тело ваше, которое есть вместе и конь, добре всему долженствующий, обученным быть, и быть не слишком тучным, иначе не гошь будет для бега, не слишком тощим, иначе бессилен будет для требуемого движения, добре сносящему сду страха Божия, когда ее употребляет, чтобы он не выносился вне должного направления пути и не сбросил ссадника, ум, необузанными скачками своими. Вот каковыми всегда быть вам желает Слово Божие, так как война у вас непрерывна, каждочастные схватки, каждое мгновение стрельба. Кто же между вами доблестен, кто силач, кто воитель, посекающий сопротивные помыслы тысячами и тьмами, низверши наперед гордый ум, как некогда божественный Давид Голиафа того. Ибо из этого что бывает? Обращение в бегство духа в злобы, то есть многочисленных и разнообразных страстей греховных. Гордыня ума первая из зол и последняя. Через нее не спал с небесных высот и ангельской светлости, ныне искушающий всех нас дракон. Из нее, как из какого корня, произросли мириады зол греховных. Но нам надо подвязаться и воевать против того, кто сейчас нападает, так как на каждый час один одною борим, бывает страсть, а другой другою. Тот болит блудной страстью, а этот чревоугодием, тот леностью, а этот завистью, тот гневом, а этот неверием, тот непокоривостью, а этот самолюбием, тот бездействием, а этот неистовством. Все же это действует один и тот же дух сатанинский. Великий разнообразен подвиг наш, всюду должен быть глаз, с каждой стороны надзирание, вокруг ограждение, чтоб не ворвался враг, не ранил и не взял в плен. Чтоб не наложил рук, не стал бить и не убил. И предусматривать надо, и со своей стороны начинать с схватки воевать против. Случается получить один удар и дать десяток, получить малую рану и отплатить поражением насмерть. У кого ранено тело, тот ищет врачества. Таким же образом, и у кого ранен дух, тот должен искать соответственного врачества для духа. Врачество это исповедание с эпидемией. Совершив это, опять надо выходить на брань. Победивший в телесной брани получает одну награду, а победивший в духовной брани тьмы и венцов. Так что каждодневно брань, каждодневные венцы, каждодневно награды. И блаженны вы, если одерживаете верх и не поддаетесь, скрепитесь и не малодушествуете, пока кончится война через ваше отсюда переселение. Дерзайте же, чадо мои, возлюбленные и братья, дерзайте, ибо Бога имеете помощником, попечителем о жизни вашей ангела, заступлением святых, имена которых призываете, непобедимым оружием Знамени Креста Христова. Не убоимся от тем окрестно падающих на нас невидимых врагов через худые помыслы. Не преклоним колен перед валом плотских сластей. Не предадим врагам целомудрия нашего, которое уневестил себе Христос в святыне. Не сотворим членами блуда и сосудами нечистоты членов наших, сущих членами Христа причистого и бессмертного жениха. Не примем в советники змея, замышляющего изгнать нас из райской киновии нашей. Не отворим дверей ворам, демонам и не дадим им украсть сокровища души нашей. Как благо пребывать нам в ограде, которую устроил Господь Бог наш для нас из-за разнообразных добродетелей. Как блаженно сохранить достоинство души нашей непорабощенным от греха. Душа, непорабощенная страстями, вся свободна, вся боговидна, вся господственна, вся святовидна, вся обрадована, богособранна, богорастворена, небесна. Не такова душа, порабощенная и возобладанная страстями, тиранами. Она видится многое ужасное, страждущее, влекущее туда, влекомое и сюда, на работу каждой страсти и всякого дела укорного. Приемля повеления от демона беспрекословно делает повеленное. Господь стоит на ней без власти плотской, без зависти, без ненависти, без задорности, без чревонеистовства, без пленности, без неверия, без хулы, без гнева, без гордости, без лжи, без чищения и всех других страстей бесы, которых имена кто исчислить может. Какими кто бесами прерщен, тем и подручен. Бедная душа его томится под игом их, окаянна жизнь ее. Она вся бедна, вся невзрачна, мрачно, бессветна, безбожно, безобразна, отвратительно на вид для всех благомыслящих. Не унизим достоинства нашего чада, не продадим свободы нашей. Сделавшись господами, не будем рабами, не приложим света нашего во тьму, не превратим красоты нашей в безобразие, не отвратим лица нашего от Бога, чтобы обратить его на срамную образину греха, не совлечемся в светлых одежд добродетелей, чтобы облечься в врачные рубища беззаконий, будучи сынами Божиими, не превратим себя в порождении дьявола, кто в здравом уме находясь, держится предать себя в рабство, будучи господином, кто, обладая сыновлением Богу, согласится называться породой дьявола, кто, отбросив неизреченное благородство добродетели, изберет причислиться к низкородной страстной жизни, кто от богатства духовного взыщет перейти в бедноту и оскудение в душе, кто предпочтет потерять царство небесное, чтобы приобрести огонь и тьму и другие страшные муки вечные, не здравоумных это дело и не потерявших смысл шага, смысла шаг, но неких безумных и бесчувственных, чтобы созданное по образу и подобию Божию для наследия вечных благ произвольно, через бессловесное сластолюбие не зашли в глубины ада на вечное осуждение. Пробудимся дремлющие, откроем очи снижившие их, послушаем неслышащие, воспримем силы расслабленные, воспрянем к мужеству воодушевимся и вступим на спасительный путь. Возопием ко Господу и тот сотворит, ибо близ Господь всем призывающим его в истине и смиренно их духом спасет. 170 Вчера, собирая виноград, вы благословляли ветви, которые имели многие плод и скорбели о тех, на которых не было плодов. Что этим означается? То, что и вы, соделавшись виноградом Господа, когда имеете плоды духовные, как бы многогрозные бываете, то являетесь достойными удивления для возделателя душ ваших, когда же нет, то достойными клятвы и отстечения, ибо, как говорит Господь, всякая ветвь, не приносящая доброго плода, посекается и в огонь бросается. Видите, что виноград никак случится, плодоносин бывает, но сначала со многим трудом насаждается, возвращается, достигает зрелости, и тогда уже начинает приносить плоды. Когда же принесет плод, тогда обрезается, окапывается, ограждается, отребляется от сухих ветвей, очищается от всего, что может мешать плодоносию, как это знают виноградари по опыту. И таким образом вновь дает плод. Не то же ли можно видеть и в нас? Ибо кто, когда принесет плод, не переживший подобного этому, то есть не будучи насажден и возвращен, и не возмужав до полного во Христе духовного возраста, и для того не будучи окапываем, отребляем и ограждаем заповедями Христовыми. Кто же не проходит всего этого, всегда оказывается недозрелым и бесплодным, и его обгладывают все мимоходящие путем всегубительные демоны. Почему примемся, прошу, за возделание души и тщательный за ней уход, то есть за подвижнические делания и обычные порядки аскетической жизни, тяготу воздержания, труд бдения, стыд исповедания внутренних худостей, раны эпитемии, хранения уст, немечтательное сердце, непоколебимую веру, невозмутимое установление помыслов. Кто всего этого не делает, тот плода приносить не может. и такому ветвью Христовой именоваться не следует. Зачем мы пришли сюда, братья? Не затем ли, чтобы приносить плод многие и Господа питать своим духовным благоплодием, алчит нашего спасения, благие владыка, если найдет нас спасающимися, радуется, вкушая от плода этого, а если нет, то как бесплодную смоковницу ставит под проклятие. Каждодневно приходит он сюда и надзирает, каковы мы. Поэтому потребны подвиг, старание, горячая душа, забота, смирение, послушание, внимание, песнословие, кротость, разумность, делолюбие, братолюбие, терпение, твердость, упование. Да уготовим себя в сосуды избранные в духе святому совершенствованные. Покрудились вы, признаю то, победствовали в прошедшем времени, перенесли многое, совершили довольно пути, посрамили лукавого, отразили брани, отрешились от пристрастий, обнажились от мира, распялись похотением, соблюли заповеди, сохранили веру отческую, стали нестрашливы страхами человеческими, от сердца приготовились на смерть, любви ради Господу. Все у вас Богу угодно и похвально, все священно и небесно. Но еще немного, еще немного потерпим, умоляю вас, братья счастнейшие, постоим неуклонно в вере, постоим небоязненно при нападении искушений невидимых и видимых, не уступим велиару в каждодневной брании его паях, Господь мне помощник и я возрю на врагов моих, Господь защититель жизни моей, кого устрашуся, когда приближатся на меня злобующее, чтобы пожрать плоть мою, оскорбляющие меня и враги мои, те из них могут и падут, мы же встали и стоим прямо, так будем петь мысленно, так будем мужествовать душевно, усердно будем проходить наше послушание, во всем соблюдая благочестие, не произнося слова гнилого, ропотливого, брончивого, осудительного, бунтащицкого, продерзкого, будем охотно сходиться на работы, на бдение и псалмопение, будем друг с другом согласоваться в кротости и смирении, в добромыслии, в устранении от мира, в стремлении к небу, в малоречии, в бессмешии, в побеждении и уступчивостью, когда услышим «Прости, что есть великое против дьявола оружие, в незлобии и миролюбии». 171. Необходимо всегда внимать себе и во всяком случае сохранять себя в законе Божием, не уклоняясь от заповедей ни налево, ни направо, но царски, средне совершая путь, где пребывает спасение, незаблудность и благо поспешества. Страница 346, четвертый том добротолюбия, святого Федора студита наставления монахам. Это надлежит иметь в виду, этому внимать и это ведать, так как змей прелестный, похититель душ, дьявол, всегда бдительно смотрит, как бы свести нас с этого пути и сбросив стремнину какой-либо страсти, взять, как добычу окаяннейшую. Победим же мы его и останемся незаблудными, если будем бодрствовать и трезвиться и хранить чувства свои, глаз от видения того, на что смотреть не должно, ухо от приятия обольстительных слов и на шептывании дракона, руки от прикосновения как к своим членам, так и к членам других по страсти или движению похоти, ноги от вступления на пути истропотные и в места скрытные и мысленно и чувственно. Если будем мы так поступать и так себя блюсти с подобающим исповеданием, потребным смиренно мудрим и с должным благонастроением, то дракон побежден, отогнан от сердца лукавый и скрижечь зубами вдали стоя, потому что никогда не унывает всезлобный, сколько бы раз ни был побеждаем и прогоняем. Душа же радуется и мужается и к Богу более восхождение творит, находясь во свете и высочайших и превысь при них созерцаниях, будучи обожаемая и небошественна. Если же она противна тому, как сказано держит себя, то противна и тому и претерпевает, то есть бывает завладена и порабощена той страстью, какой и побеждена и омрачаясь злыми помышлениями, спускаясь во глубину некую зол, будучи мучима и терзаема, нигде и ни в чем не находя покоя, еще здесь вкушая плод горести, ожидающий ее в будущем веке. Но да не будет нам когда-либо потерпеть что подобное, не дадим себе увлекаться прельщениями греха, если случится что такое, наискорейше будем отсекать то, и как стрелу нанесшую рану отбрасывать место же уязвленное врачевать врачевством покаяния, глаз ли погрешил или ухо, или рука, и затем тщательно блюстись, ибо и неразумные животные, поскользнувшиеся однажды и дважды в каком-либо месте, избегают его или осторожно обходят, чтобы не впасть в ту же беду. Мы же образом Божиим почтенные и словом премудрости наученные, уже ли попустим себе оказаться худшими неразумного естества, любя ту же страсть, от коей случился грех, ища той же стремнины и того же рва, где совершилось падение. Ужасно это будет и прибедственно. Нет, но как мудрые, мудро будем ходить, как чистые, дедственно поживем, чтобы и против внешних искушений оказаться более сильными и крепкими. Душа, всячески себя охраняющая и непобедимую через то, пребывающая перед нападением страстей, не боится ни огня, ни меча, ни зверя, ни царей, ни властей, ни скорби, ни тесноты, ни гонения, но всегда готова звать не убоюсь, когда смущается земля и прилагаются горы в сердца морские. Салом 45, 3. Будем блюстись от внутренних наветов и внешних бояться не станем. 172. Говорит Господь, в пище моя есть творить волю пославшего меня Отца и совершу дело его. О, братья, он даровал и нам власть называть Бога Отцом. Почему и нашей пищей должно быть творить волю Отца нашего Небесного? Что же именно следует нам творить и что делать? Вы уже показали это предыдущей жизнью, живя по данному вами обету, и я могу ответить вам, живите как жили, продолжайте с благодушным терпением переносить труды воздержания, тяготу послушания, изнеможения от бдения, невидимые стрелы помыслов, огонь похоти, омрачения унынием, уязвления от зависти и всего прочего, чем покушается не зринуть нас во глубину ада губитель душ наших дьявол. Дерзайте, ибо он нападает, но и отражается силой Божией в вас, а ни вас не излагает, скрижащит зубами, видя, какую мирную и постоянную проводите жизнь, но вред вам причинить не успевает, усиливается вторгнуться в вас и восхитить душу вашу в пагубу, но места не находит, откуда войти к вам, видя, что вы как стеною ограждены законом Господним, ставит все эти звероловные засады устроя и стараясь навесть вас на них, но не достигая этого раздирается злобной досадой, видя, как вы расстраиваете все его ковы исповеданием. И вообще ему нет места там, где силен страх Божий, где блюдется исполнение заповедей, где в действии все обычные уставы нашей жизни, и охотно приемлется и исполняется эпидемии поэтому радуйтесь и воодушевлены пребудьте, благодушевствуйте и мужайтесь, крепитесь и возмогайте, отнюдь не давая входа неистовому демону, отнюдь не допуская шептать на ухо души вашей этому лукавому змею, и если подойдет, отгоняйте его и отражайте. Знаете, как он прельстил первого человека и как успевает прельщать и ныне поддающихся его прельщениям. Он внушает одно худое, какое бы благовидности то ни прикрывалось, только то, что ведет или к гордости, или к зависти, или к похоти плотской, или невоздержанию, и ко всему тому, что оскверняет душу. Но вы прислушиваетесь более к тому, что добре напоминает вам хранитель жизни вашей, внушая мысли целомудренные, мужественные, общеподражательные, помышления о смерти, о переходе в другую жизнь, о будущих благах вечных, равно как и о противоположных тому мучениях нескончаемых, как и каким образом первых можно сподобиться, а вторых избегнуть, чтобы, занимаясь постоянно этим, более и более утверждались вы в доброделание и ревности текли путем Господа нашего, пока придет определенный нам конец жизни, и добрый, благоугождаемый нами владыка переведет нас отсюда к вечному упокоению. 173 стр. 349 4 том Добротолюбия Святого Феодора Студита Наставление Монахам Для возделания души всякое время удобно, никак для возделывания земли. Тут не нужны также ни валы, ни плуги, ни другие земледельческие орудия. Оно же только одно произволение и всеусердное желание, которым и в котором посеваются добрые семена. И пожинаются благие плоды для вечного наслаждения и упокоения. И это не днем только, но и ночью, утром и в полдень в ясти и пятии, в сиденье и вставании, в беседе и молчании, в хождении и стоянии, в делании и бездействии, если как следует трезвимся и бодрствуем. Этим требуется, чтобы мы не блуждали и не прельщались помыслами своими, носясь туда и сюда умом или телом, не искали удовлетворения своих плотских пожеланий, не заводили друг с другом споров и ссор из-за того, не впадали в прислушание и ропотливость, тщеславие и гордость и в искушение поставить на своем и взять вверх, ни на что не взирая. Ибо все такое не дает уму нашему пребывать с Господом, помышлять о достодолжном, быть смиренными и сокрушенными и все встречающиеся прискорные принимать благопокорно и с радостью. Не дадим же себе братья дни спасения нашего проживать в бездействии, лености и нерадении и время жизни нашей проводить без пользы. Но вступим в куплю добродетелей и притяжем богатства небесных благ, умудряясь мудростью, какой умудрялись святые отцы наши, ни дня, ни часа, не губившие даром, но твердо и напряженно устремлявшиеся к очищению души, к прогнанию страстей и восприятию благих расположений, и ни щадя ни трудов, ни потов, единого Бога искавшие от всего сердца. Искали они и обрели, толкали и отверзлась им. Отверзлись им двери любви, врата правды и вход ко Христу путем бесстрастия, вошли и обрели радость и веселье неувидаемое и вечное. Придите же, спасаемые, потечем путем отцов наших, соблюдем завещание их нам, сохраним сердца свои чистыми и непорочными, не поревнуем лукавнующим и не позавидуем творящим беззаконие, потому что они, как трава, скоро засохнут и, как свет на траве, скоро отпадут. Не будем смотреть на тех, которых больше, которых, однако же, которые живут неродиво, но на тех, которые редки, но ревностью ревнует о спасении и Бога угождении. не и не неродиво. Продолжение следует...